Друзья, сегодня просто жаришка, минус 21 градус, но нас это не столько с Джеком не заботит. Сегодня мы будем с вами, друзья, вешать те карнизы из прошлого видео, будем обшивать стены сколько успеем. Да давай, 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 брат. Апорт, пройдемся по хейтерам, по дорогим нашим. Ну и покажу вам все свои мысли, инновации. В прошлом видосе мы с вами заколотили эту сторону фасада, сейчас будем идти с той стороны. Но появилась одна проблемка, и проще о ней рассказать из дома. Короче, фасад течет, точнее не фасад, а дверь. Уходная дверь прям реально течет, хотя она у меня с терморазрывом, дорогущая специальная дверь с терморазрывом. И она изнутри подтекает. Все остальные не подтекают, а эта подтекает. Почему? Вот почему. В последнем видосе вот эту дверь мы зашили с той стороны десяткой минеральной ваты. Это дверь, которая будет потом вести нас в баню. И пока баню мы не построили, смысла от этой двери пока никакого нет. То есть она будет вот так. Также и эта дверь подтекала. Вот здесь было все в воде. Но когда появилась теплая веранда, то есть вот этот наш подъезд вон с хаубергом, сразу стало теплее. Здесь перестала скапливаться вода. Но на той веранде, которая вторая, до сих пор еще по низу все мокрое. Сейчас я вам покажу. Так, ну здесь у меня сейчас мы хауберг колотим, поэтому тут все вот так лежит. Сейчас не совсем хорошо. Короче, вот она вода. Вот видите, все течет. А почему? Потому что там вроде веранда есть, но она холодная. Теперь с улицы уже проблему обозначаю. У нас что здесь потолок открыт, что здесь открыт. И это все я откладывал на потом, на потом. И пришел к тому, что сейчас уже откладывать некуда. Нужно это срочно сделать. И сейчас я подошью потолок, утеплю его. Ну а вы смотрите. И после чего мы уже начнем работы над карнизом. Надо будет доделать карниз. И дальше уже будем делать вот эту сторону. Вот. Ну для этого надо, чтобы хоть немножко потеплело на улице. Реально холодно. Прям холодно. Реально холодно. Короче, друзья, получается не совсем удобно, не сподручно. Сейчас что-нибудь придумаем. Какими-то длинными брусками будем распирать это и ставить. Так, друзья, в общем потолок готов. И сейчас его надо утеплить будет. Весь остальной потолок, который вот здесь идет, я пока делать не буду. Потому что появилось желание потом заказать гнуть ее прям по длине и установить его. И второй момент. У меня просто тупо не хватает для этого фанеры. У меня осталось два листа и их не хватит. Сами понимаете. Все, утепляем. Но уже даже сейчас чувствуется, что здесь становится теплее, когда дверь закрываешь. Это правда так. Сейчас утеплю, будет вообще здорово. Братцы, честно говоря, даже и не планировал сегодня продолжать работать. Потому что реально дубак на улице. Но как-то стало солнечно вдруг. И настроение поднялось. Заделаем карниз до этого угла. Сделаю отлив там. И разберем леса. Переставим их вот на эту сторону, чтобы уже колотить эту сторону. И ее мы будем делать в следующем видосе. Скорее всего. Хотя, возможно и в этом. Не знаю. Теперь хотелось бы пару слов о печальном. Я не знаю, что с хейтерами делать. Да, не хейтеры. То ли канал начал развиваться. То ли, не пойму в чем дело. Но появились люди, которые откровенно льют желчь в своих комментариях. Я понимаю, что на них обращать внимание не стоит. И вообще их надо игнорировать. Честно, у меня даже было желание взять эти комментарии. Этих отвратительных товарищей. И поставить их сейчас здесь. Ну, как бы на вид. Потому что там такую тупость писали. Например, один из комментаторов спрашивает. Воняет ли материал? Я говорю, нет, не воняет. Он такой, да ты это за рекламу говоришь. За деньги. Зачем тогда спрашивать? Чтобы я сказал, воняет на материал, который не воняет. Я не понимаю. Вот реально логику не понимаю у этих людей. Зачем этот, так скажем, плохой материал, там, другими словами, вообще было вешать на дом. Пойдем, пойдем, пойдем. Где он плохой? Ну, то есть, что в нем такое, что вот отвратное и прям вот поганое. Я не понимаю просто. Моей семье нравится, мне нравится. Единственное, да, вот я боялся, что собака будет лепестки рвать. Джек их вообще не трогает, ему они неинтересны. Сейчас, секунду. Пойдем. Вот здесь. Что не так с фасадом? Чем материал плох? Скажите мне, вот просто, вот люди, которые вот эту дрянь пишут. Что здесь не так? Дальше тема. Лучше бы сделал кирпичом. Да я согласен, может быть, лучше сделал кирпичом. Но вы видели мои колонны. Кирпич совсем не дешевый, и он просто начал разваливаться. Вот не понять от чего. Представь, я бы взял сейчас на весь дом и попал бы на такую же штуку. У меня у родителей красный кирпич, то же самое. То же самое. Я уже его гидрофабизатором обработал. Он все равно разрушается. Я вот думаю, чем колонны обшивать теперь. Вот это вот вопрос, что касаемо кирпича. Зачем каменный дом обшивать фанерными щепками? Тоже была фраза. Что с этим фасадом может быть такое, что вот просто вот нельзя, вот плохо, вот отвратительно. Что? Наоборот, все, кто проезжает по дороге, говорят, о, какой у тебя фасад классный, как здорово смотрится. Воняет битумом. Давайте какого-нибудь там делегата, наверное, с ютуба, блин, который такое пишет. Просто пригласим сюда, чтобы он его понюхал. Вот если вот так нюхать, если вот так нюхать, вот, то я чувствую сейчас запах битума. Причем сегодня солнечная сторона, и сейчас фасад просто горячий. Вот. Так он пахнет битумом, да? Если прям нос вплотную. Но он не воняет. Нет такого, что он прям... Кстати, вот эту часть, помните, я в прошлом видосе про нее говорил. А, сейчас на нее тень падает. Сейчас, наверное, не подклеится. Надо приколотить будет. Но это я сделаю весной. Доколочу здесь гвоздик, и все будет нормально. Это мой косяк. Знаете, какое я принял решение? И, наверное, оно максимально правильное. Написал одному комментатору, говорю, слушай, я скоро, наверное, начну банить вот за такую дрянь, которую вы пишете. Он говорит, а что думаешь, я что-то потеряю, что ли? Поэтому, наверное, никто ничего не потеряет, если я начну, правда, убирать с канала. Не критику, критику не надо. То есть, если человек говорит обоснованные вещи, то это нормально. А когда человек говорит просто, что без обоснования, что вот это все плохо, и все, вот, а, как говорится, кинул в эфир, а дальше трава не расти. Сегодня у меня пока бан-сетка вообще чистая. Комнати для бана никого нет. Будем заполнять. Ну, а зачем? Реально, я же канал веду как свой видеодневник. Я не пытаюсь на этом канале делать какие-то внушения, навязывать что-то. Я просто показываю, как я строю свой дом. А задача зрителя, либо соглашаться с этим, смотреть это, либо отвергать и уходить из канала, смотреть другой канал. Не его контент, правильно? Короче, ладно. Все, пойдемте работать. Не об этом сегодня. Сейчас я вам покажу, как я делал карниз. Когда-то, когда еще не было у нас сделан вент-фасад, на отливы мне хватало вот такого вот количества. Грязь и все остальное, о чем я и говорил. И чтобы это все не текло, я сделал сейчас отлив больше, чем надо. Сейчас я его сниму, и по образу и подобию этого отлива сделаю уже большой отлив на будущее. Вот так пока снимаем. Что-то сегодня холодно. Нормально мерзнут так пальцы. О, паучки тут. Вот бетонка, которая не закрыта. Ее не закрыть уже. Сверху не утеплена. Ошибонька. Так, я сейчас, знаете, как сделаю? Я сейчас возьму ОСП-шку, и ОСП-шку здесь постелю. Это даст какой-то дополнительной ровности. И сверху гидроизоляцию. А по этому шаблону мы сделаем отлив. Так, коробка готова с саморезами. Все, сейчас поднимаю. Сразу для тех, кто захочет сейчас накидать хейта о том, что, допустим, вот это не гидроизолировано, я не планирую сюда сверху ничего стелить из-за того, что уже, ну, сильно и так высоко поднял. Эти ОСП-шки у меня обработаны, помните, это средство для бассейнов, бассейн из дерева. Вот этим, короче, материалом я обработал. Для кого интересно, что за материал, есть в наших видосах про ОСП, которым мы обшивали подвал, цокольный этаж. Для того, чтобы у меня карниз дышал, я решил уменьшить здесь, в этой зоне ОСП-шку, чтобы воздух проходил через вот эту вентиляционную часть. Поэтому здесь будет стоять вот такая. Установлю вот эту пятерку сюда и навешиваем карнизик вот этот. Будет классно. Ну и потом поставлю отливы. Братцы, я понимаю, что для нормального полноценного видоса, то, что я вам показываю сегодня, вообще просто ни в какие рамки не лезет, мелочи. Но, друзья, работать при температуре минус 26, сами понимаете. Сейчас так получилось, что дома у меня какой-то особой работы нет, а на улице холодно. Ладно, все, давайте, много слов, мало дела. Начинаем продолжать. Сейчас карниз поставлю. И если коптер согласится полетать в такую погоду, ну, я быстро его из тепла достану, включу и, наверное, подниму, вам покажу, как это выглядит сверху. Потому что леса сегодня не уберу, а показать вам уже хочется, к чему мы пришли. Карниз мне подашь, хорошо? Ай, не ударил ни обо что. Ай. 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 Так, братцы, пользуясь случаем, у меня к вам вопрос. Очень важный для меня сегодня. Вот такой, смотрите. Я выпустил карниз, ну, тот карниз, который у нас идет по фасаду, и я его выпустил на эту колонну, потому что белая колонна останется такой. И вопрос вот в чем. Как вы думаете, стоит ли эту карнизину пропустить до самого угла стены, тем самым раздробив стену на две части? Либо, как я и думал сначала, подрезать ее все с краю, завальцевать и оставить ее в таком виде. Мне нравятся оба варианта. В этом видосе мы уже не успеем это сделать, поэтому ваше голосование пойдет на благо. А как скажете, так и сделаем. Но если честно, мне, наверное, нравится не продолжать дальше. Наверное, вот не знаю. Посоветуйте, пожалуйста. По-моему, у меня что-то на ресницах налипло. Друзья, посоветуйте. А я пошел работать дальше. Жень, тебе нравится карниз? Да. Скажи, классный, да? Привет. Оно еще коло. Все задубело, конечно, 27 градусов. Куда? Так, я снял отлив. Сейчас по его образу и подобию сделаю верхний большой отлив. Это, помните, я говорил о том, что специально делаю отлив больше, чтобы вода не текла по карнизу. Грязная вода. Ну, вот эта грязь вся. Сюда сейчас сделаю выпуск вот этого отлива. Сюда поставлю уже то, что я приобрел специально для этих целей. Болгарин берем и пилим. Отмерю новый отлив, сколько он выпирает. И вот по нему сделаю уже размерность. А пока я могу только понять, насколько его занести. Ну, вот я думаю, так отпиливаем и все. Друзья, в минус 20 только Денис работает. Ну, посмотрите, как это получилось, а. Теперь колонны и карнизик, они прям дополняют друг друга. По верхней грани кирпичика это все проходит. Понятное дело, что все сделано кутеляпа, как я люблю. А также те, кто смотрит канал постоянно, знают, что в конечном итоге я в любом случае все буду переделывать. Но смотрите, как сейчас это здорово смотрится. Потом кирпичик зайдет за край. Ой, домик вообще будет, супер избушка. Значит так, пока леса до конца не разобраны, а электричество у меня отключено, я сделаю эту работу. Здесь у меня будут стоять прожекторы. Ночные. Вот так. Десятиватки. Слабенькие, но светят очень ярко для ночного времени. Я вот так обычно их ставлю. Кстати, друзья, если вы мне скажете, что я делаю неправильно, я исправлюсь. А вообще я вот так все плафоны поставил. Они у меня все вот так на вагах и стоят. Хотя я, наверное, ваге возможно. Это тут не точно, но вы, кстати, напишите, если знаете, как ваги относятся к ультрафиолету и к дождю. Хотя расстояние между проводкой все-таки есть. Я вот так раскидаю, раскидываю их по краям. И они у меня вот так везде стоят. Ну, то есть они прямо под дождем. Не знаю. Наверное, все-таки это не совсем правильно. Так что такое-то? На морозе что, и картон, что ли, замерзает? Поставлю на те же саморезы, на которые крутил ОСП. Так, теперь вскрываем свободные ячейки и в них устанавливаем проводку. Земля в землю, фаза в фазу. И вот так. Вот так я их устанавливал, друзья, везде, на всех стенах своего дома. Поругайте меня, если не прав. Или скажите, что я прав. Я делаю так, чтобы провода нигде не касались. Нигде, чтобы вода в них не попадала. Ну, то есть не коротила. Ну, а 10 ватт, я думаю, тут не такой уж и большой ток, чтобы это как-то пагубно повлияло на сеть. Плюс в том, что карниз высокий, его и сторона неветренная. Поэтому дождь обычно здесь не сильно-то и бьет. Сейчас я поставлю там один прожектор. Ну и, собственно, с этой стороной у нас закончено. Так-то. С прожекторами закончено. По-моему, получается неплохо. Друзьяшки, ну, осталось мне обколотить уголки. Но это вы видели у меня в тысяче видосов уже. Тут ничего сложного нет. Сейчас я быстренько это сделаю. Заметили, да? Как чешуя сейчас отстает очень сильно от дома. Потому что колотил я все это в мороз. В холодный мороз. В морозный мороз. Но самый прикол, что буквально несколько солнечных лучей теплых, весенних, упадет на него, и он весь подклеится. Возможно, мне придется пройти какой-нибудь, ну, не шваброй, а как она называется, этой. Знаете, малярная такая, которая валиком. Вот, валиком прокачу, и они все подклеятся. То есть, это я уже на опыте, потому что не первый раз у меня такое. Если в начале видоса я вам показывал за домом, где там реально отстает, но отстает потому, что не пробиты гвоздики. То здесь мы видим, как бы, отстает только вот эта чешуя. Не та, которая под гонтом. Поэтому страшного ничего нет. В общем, это все решаемо, и я вам еще для особых зрителей, которые придираются к каждому нюансику, я еще потом покажу, как оно все приклеилось, и как это все крепко. Я не топлю, друзья, за хауберг, просто у меня уже есть опыт. Вот и все. По-моему, у меня опять на глазах эти, да, сосульки? Ага. Верхняя планочка у нас устанавливается вот таким образом. А саморезы потом я замазываю краской. Прелесть. Теперь одну сюда. Но ее надо порезать. Покажу вам вариант, как я прятал их летом, и их вообще не видно. Они так блестят на солнце, а когда их красишь маркером, их незаметно. Так, ну а вариант посложнее, это мы используем клей и присыпочку, которую отсюда же и берем с новых. На новых уголках чаще всего присыпка сначала осыпается. Ну, какая-то лишняя. Там у меня уголок завернут туда, металлический. И поэтому саморез по металлу здесь как не зря кстати. Так, сюда мы отрезаем клочок. Я, кстати, не знаю, что насчет того, могу ли я это резать болгаркой. Но, как показывает практика, оцинковочка. Болгарки вообще не боится. Наверное, можно и так. Не знаю. Низа осталось цепануть. А, кстати, у меня еще вот тут саморезики остались. Можно тоже замазать. Друзья мои, подытожим. Я, конечно, не скажу, что я много работы сделал. По сути, я придумал карниз, его загнул, его привез. Что еще? А, ну сделал все отливы. Невеликая работа, но в мороз, друзья, это действительно сложный процесс. Я обещал каждую неделю серия. Будет серия. Мы тут не веники вяжем, дома строим. В следующем выпуске я буду делать эту стену. Я уже решил отливы окна и всю ее до верха поднимать. И потом мы соединим эти гонты с этими гонтами уже тут на повороте. Ну, собственно, на этом у меня сегодня и все. Поэтому увидимся с вами буквально через пару дней. Может быть, неделю. До скорых встреч. Все. Пока. 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 Пока.